Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и, конечно же, очередная распаковка корейской косметики. Посылка оказалась огромной, набитой полезностями, эффектностями и интересностями. И давайте скорее смотреть, что же в ней есть. Я заказываю всю свою корейскую косметику на ebay, потому что не люблю подделки, люблю подлинную корейскую косметику. И со службы доставки FIDEX за три дня всего до меня эта косметика обычно добегает. И все ссылки на абсолютно все средства вы найдете в инфобоксе под видео, как всегда. Обязательно заглядывайте. А у меня уже ручки трясутся, мне не терпится все это начать разбирать, потому что здесь столько косметики. Я думаю, что нам имеет смысл по уставившейся традиции на два видео все это дело распределить. Давайте скорее смотреть, что же бабушка сказала для себя на этот раз. Давайте начнем с того, ради чего я подпрыгивала буквально у окошка, высматривая, когда же курьер приедет и привезет мне вот эту вот вещь. Корейский люксовый бренд The History of Woo взял и нас с вами обрадовал. Обрадовал чем? Он нас обрадовал потрясающим массажером, который, если бы он не вышел у этого бренда, он был обязан выйти у другого какого-либо бренда, во что бы это ни стало. Потому что это не просто массажер, здесь не просто микротоки, здесь не просто всякие заумные вибрации, здесь еще и посмотрите, что интересного. Этот массажер является одновременно и нагревающим, и охлаждающим кожей. Для этого массажера расписана целая инструкция о том, как им пользоваться. И в ней есть рекомендации, целый ритуал красоты, сколько минут, на что нажимать, как давить. И это массажер, который омолаживает нашу кожу, взбадривает ее и борется с морщинами. Очень много выходит всевозможных люксовых массажеров с микротоками в том числе. Но это пока первый прибор, который предлагает нам одновременно использовать и тепло, и холод. В чем важность тепла? Это расслабление мышц. Мы не избавимся от мимических морщин, если мы физиономию свою не расслабим. Ботокс не в счет, это дорого, вредно и ненадолго. Мы хотим, чтобы у нас морщины просто не углублялись, стали меньше, и чтобы они просто не росли. И лицо будет натурально выглядеть. Но если мы все время будем лицо нагревать, лицо нашему капризам, это тоже не понравится. Поэтому в бой вступает охлаждение. Это не охлаждение до каких-то ледяных температур, при которых возникает купероз. Это легкое охлаждение поверхности кожи. Задача охладить поверхность нашей кожи до 36,1 градусов, что в Корее считается идеальной температурой поверхности кожи, при которой морщины исчезают, не образуются так быстро, и состояние проблемной кожи тоже улучшается, не говоря уже о сужающихся порах. И все это, скажем так, под симфонию микротоков. Это что-то потрясающее, действительно. Я буду в самое ближайшее время, ах ты мой приятный, делать отдельное видео, где обязательно покажу этот прибор во всей красе, в действии. И, вы знаете, я очень рада еще одному моменту. По стоимости он дешевле вот этих всех мудрых западных аналогов с кроликами, с ушками. Вот это все, что выпустили в Европе, в Скандинавии 25 лет назад. И фактически их не меняли. Что они меняют вот у этих вот знаменитых микротоков? Ну, размер поменяли. Есть большой, есть маленький. Есть розовый, есть фиолетовый. Это потрясающе влияет на нашу кожу. Фиолетовым ты гаджетом по ней елозишь, или розовым. Это же в корне меняет дело, да? Game changer, как наши западные коллеги-бьюти-блогеры говорят. Здесь все это еще и доступно по стоимости. Заряжается, пожалуйста, здесь USB. Проводочек. Все есть. Ну, он уже приезжает с встроенными батарейками. Да, он уже здесь работает. Нет, это работает сейчас не он. Это треск, который вы слышите художественный. Это работает мопед за окном. Хозяин, которого решил глушитель не покупать. Нет, прибор работает бесшумно. Нет, не бесшумно. Вот он тут что-то сказал. Ну, это такие, знаете... Это детский лепет по сравнению с тем, что может строить прибор с микротоком. Давайте теперь его выключим. И я в самое ближайшее время буду делать отдельное видео, чтобы вам показать, как это все работает. Потрясающе! Замечательно, что они это выпустили. Замечательно, что я как раз на осень выбрала для себя уход от The History of VU. То есть, все это ляжет как родное. И вот такая новинка появилась. На моем канале уже есть. И развернутое отдельное видео буду делать. Этот прибор достоин целого видео. Но The History of VU на этом не успокаивается, не перестает нас радовать. И у меня в руках абсолютно потрясающая вещь, которую я тоже очень ждала. Когда бабушка показывает две одинаковые каебочки, это значит только то, что бабушка, как блогер со стажем, и блогер усердно заказывает несколько оттенков какого-то средства, чтобы посмотреть. Я не скажу, что это делаю как-то совершенно, знаете, с альтруистским настроем. Дело в том, что у корейцев в общем и целом выходит плюс-минус два основных оттенка всех тональных основ и пудр. И оттенок 21 или 01, как у некоторых корейских брендов, я использую зимой. А 23 и 02 я использую в остальные времена года. Поэтому я всегда заказываю средства. Я знаю, что я буду им пользоваться. Какого бы оттенка оно не было. И тут у нас с вами компактная пудра. Сейчас буду про нее рассказывать. В принципе, эта пудра уже выходила. И на моем канале вы ее видели, на моих полочках вы ее видели. И даже в моих добитых баночках вы ее видели. Но вы не видели вот этого лимитированного издания. Эта пудра очень себе непростая пудра. Кроме того, что издание новое, лимитированное. Ну, конечно, выше всяких похвал. Но дизайнеры, да, корейского люксового бренда The History of Woo. Это те люди, от которых женщины детородного возраста хотят детей. Потому что они будут очень талантливые. Это потрясающая, конечно, лимитка. Одна из самых потрясающих лимиток. Это очень красиво. Кроме того, что это очень красиво. Это еще и до предела аккуратно. И они очень убавили в своих тональных основах, в своих пудрах, в том числе и в этой, убавили остроту ощущений от отдушек. Они сделали уже их не такими парфюмированными. И это отлично. Чем интересна эта пудра? Во-первых, это фотошоп вот в такой вот коробочке. Люди покупают за бешеные деньги фотошоп, скачивают его на компьютер. Люди покупают всевозможные фильтры для телефонов. Вот здесь, в этой коробочке, наши с вами фильтры, наш с вами фотошоп. С одним очень заметным преимуществом. Этот фотошоп работает не только и не столько на видео и фотографиях, как в реальном времени. Потому что никто не будет себе нанимать специального мужика, чтобы он таскал перед вашим лицом экран. И запрещал всем окружающим смотреть иначе на вас, чем через этот экран. Вот здесь вот это все встроено. Как это работает на деле? Здесь работают светоотражающие частички. Очень много сейчас и в европейской косметике, и в бюджетной корейской косметике таких средств со светоотражающими частичками нам пишут. Блюр, 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 блюр. Но блюр, блюру рознь. Да? Почему? Потому что светоотражающие частички, равно как и гиалуроновая кислота, равно как и пептиды с керамидами, они могут быть качественные и не ахти, какие качественные тоже. И поэтому бренд, у которого много денег он продает дорогую косметику, он может покрыть нашу кожу такими изысками, как, например, коллоидное золото, мельчайшие частички. Работают пудры драгоценных камней. Понятно, что никто не сидит и не точит на крупной терке, не трет сюда рубины, сапфиры, изумруды. Но пыль от них прекрасно работает в виде светоотражающих частичек. Пудра жемчуга. То есть, как сделать жемчужную кожу? Нанести пудру жемчуга. Это знают все восточные люди абсолютно. И такие натуральные совершенно частички светоотражающие, а не злостная какая-нибудь химическая синтетика из-за отходов какого-то непонятного производства, она еще и не только не выбешивает нашу кожу, но лучше работает. Как это происходит? Свет попадает на нашу кожу, и за счет вот этих светоотражающих частичек они его рассеивают на мельчайшие, мельчайшие лучики. И отражается свет так выгодно, что вот эти мелкие наши морщинки просто исчезают, а крупные становятся визуально менее заметными. У нас на лицо надевается фильтр в реальном времени. Есть попытки в европейской косметике такие вещи сделать, но нет, нет у них желания повкалывать, подумать, положить нам туда, извините, бриллиантовую крошку, для того, чтобы все это вот так вот запело и заиграло. И я не голословлю, не люблю такого. Я вам в самое ближайшее время уже собрала и буду сейчас монтировать видео. Я регулярно покупаю европейскую люксовую косметику именно для того, чтобы знать, а вдруг они взяли и перегнали корейцев, но нет, нет, оставь надежду каждый сюда входящий, нет. И я целое видео собрала из всевозможной декоративной европейской косметики. Что еще интересно в этом наборе, но корейцы же не успокоятся только на том, что они положат сюда светоотражающие частички, сделают роскошный футляр и уберут немножечко аромата лишнего. Здесь есть два спонжика. Почему здесь два спонжика? Нет, это не запасной спонжик, если мы выможем вот этот в чем-то неприличном. Они совершенно разные. Этот спонжик ближе всего, знаете, к чему? К мелкозернистому поролончику. Там такая синтетическая поверхность. Она очень шершавая. Это спонжик для нанесения пудры сухим способом. Легкой воздушной дымкой, давайте сейчас сюда влезем, да, обязательно. Легкой воздушной дымкой это дело наносится по поверхности кожи. Насколько легкой? Вы видите, какой темной, да, вот в принципе выглядит эта пудра. На белом спонжике это вообще пугающий контраст. Едва, едва, едва касаюсь, и пудры не видно. Это ухоженная, сияющая изнутри кожа, на которой пудры не видно. Но мы можем, мы можем. Если мы не хотим наносить тональную основу, кто нас заставит? Мы можем тогда открыть вот этот волшебный пакетик и извлечь отсюда. Да, не с моими ногтями, конечно, такие пакетики волшебные открывать. Секундочку. А, тут все легко было. Тут ничего не надо рвать. Бабушка советский человек. Она все рвет. А там посмотрим. Если что, склеим. Обратный будет как новая. Здесь спонжик, который очень напоминает. Спонжики для макияжа, который мы покупаем. И он не бархатистый, товарищи. Он шелковый. Он атласный на ощупь. Да и трясется, как студень. Прям сразу холодца захотелось. Что ж ты будешь делать? Распаковываешь корейскую косметику, а хочется до российского холодца. И вот этот спонжик мы можем использовать так, но его имеет смысл намочить и очень хорошо отжать. И тогда мы будем эту пудру наносить мокрым способом. Что это даст? Это даст прокрытие, эквивалентное нанесению тональной основы. Но это таки не будет жирная тональная основа. Это будет просто более плотная пудра, которая уже очень многие огрехи кожи закроет. Потому что, понятно, сухим способом, таким вот пушистым спонжиком, этого достичь нельзя. Чего нам сюда еще не положили, что у нас с вами и так обязательно есть, это большая кисть. Можно сюда залезть большой кистью, вот здесь вот пошуровать и нанести это дело потом на кожу. Работает и так. И здесь вот в этом красивом пакете у нас есть футляр. Потому что мы с вами не просто какие-то там барышни-крестьянки, мы с вами восточная императрица. Восточная императрица? Нет, не древняя. Мне тут злой язык подсказывает. Древняя восточная императрица? Нет. Мы молодые, красивые, восточные императрицы. И чтобы мы свои пудреницы носили, они не разбивались, они не раскрывались в супке. И не пачкали наши кредитные карточки пудрой, пусть даже такой дорогой и красивой. Мы вот эти вот красивые пудреницы будем убирать в чехол, в бархатистый. Вот так вот будем с собой носить. Захотели? Достали. Я вам должна сказать, что каждое обновление макияжа в общественном месте при помощи корейской косметики вызывает взгляды самые восторженные. Ну, там вся гамма от удивления. Что у тебя в руках, да? Потому что это шедевр. И я прекрасно знаю, что нельзя в общественных местах пудрить нос. Но хочется. Вот посмотрите, да? Тоже это history of food. Пудра. Просто пудра. Подороже, правда, немножечко. Стоит 600 евро на запасный блок. Но это же пудра. И никуда ты от этого не денешься. Все женщины завидуют, абсолютно все. И я отличаюсь от них только тем, что я прямо об этом говорю. Я могу позавидовать. И я очень люблю, когда завидуют мне. И вот так наносишь это все. На тебя смотрят. Вот детский сад. Старая бабка. Все понимаю. А все равно душу греет. Ничего вот ты с этим не поделаешь, да? Вот такая вот честная бабулька сказала, что в ней плохого. А что в ней хорошего, я думаю, что вы и так это знаете. Бабульки хорошего много в том, что она заказывает много косметики. Ее показывает. Дальше. Сама себя похвалила основательно. Ну и поругала. И давайте вам расскажу, какие же здесь, собственно говоря, оттенки. По уставившейся традиции 21 оттенок и 23. Значит, вот этот более светлый и более темный. Они фактически на вашей коже отличаться будут очень незначительно при нанесении сухим способом. А вот уже при мокром способе возможны варианты. И что я вам еще скажу. 21 оттенок с холодинкой и с розовинкой. 22 оттенок, немножечко с оранжевым, легким таким подтоном оттенком. И он теплый. Замечательные, просто замечательные совершенно пудры. Обязательно в использовании сразу. И хорошая идея. Мы фактически покупаем в одной упаковке и пудру, и тональную основу. Дальше. Ну, женщина хороша аж не только лицом, а и своими задними лапами. И когда такая самка женщины, как я, вошедшая в климатический возраст, замечает, что сохнет в моем бабушкинском организме абсолютно все. И очень сильно, очень замечаю по состоянию ног. Если раньше в молодости достаточно было каких-то, ну, просто не то, что каких-то носочков, масочек там протерла, чем смогла, кремом мазнула и побежала. Сейчас для того, чтобы ноги поддерживать в порядке, нужны самые настоящие вложения и усилия. И речь даже не идет о том, как бы вот сходить и через какой-то промежуток времени сделать педитер. Это все понятно. Но ноги нуждаются в уходе, в перерыве между этими процедурами, в очень заметном. А если с возрастом запустить это дело... Ребята, тут дело не в том, что там босоножки, не босоножки. Люди ходят всю жизнь в кроссовках и совершенно не парятся о том, как выглядят их пятки, ноги. И я их очень хорошо понимаю, имеют право. Но здесь вопрос здоровья. Когда на пятках начинают образовываться трещины, до трещин доводить не стоит. Они очень болючие. Вы можете начать хромать на полном серьезе из-за того, что будет больно встать на эту ногу. Поэтому, кто вот в этот нежный период возрастной входит, бросьте все силы на увлажнение не только лица, но и своих пяток. Да? Вот так вот. Что для этого нужно? У меня для этого постоянным использования такие замечательные маски-носочки. Я думаю, что здесь я просто вообще никого не удивила, что такие вещи есть. Но, как водится, это ж маски-носочки у меня на канале не простые. Это маски-носочки с бриллиантовой пудрой. То есть мы с вами будем после бабушкиного видео в бриллиантах с головы до ног, включая и то, и другое. Что делает вообще? Бриллиантовая пудра в носочках, правильно, она отшелушивает и придает коже лоск. После вот таких вот носочков, которые мы с вами на 20-30 минут, по-моему, давайте проверим, на 15-20 минут, обмануть хотела, да, вредная старушка, на 15-20 минут наденем, у нас будет не только мягкая кожа, не только до предела увлажненная, потому что здесь есть и гиалуроновая кислота, здесь очень хороший растительный экстракт, и вообще сыворотка, то, что можно на лицо наносить на ранний антиэйдж, но носочки вот эти на лицо наносить не надо, да, я вам предупреждаю, я этого не советую ни в коем случае. И кожа будет еще и выглядеть более молодой и роскошной, так что если вы задумали покорить свет, ну, по крайней мере, в какой-то заданный вечер, надев роскошные босоножки, имеет смысл сделать вот такую маску с бриллиантами. Что, кроме всего прочего, она умеет? Эта маска именно для отмачивания уже того, что образовалось. Она не столько профилактическая, да, можно вот ее на один раз, там, перед выходом в свет сделать, но она очень хороша курсами. А посему я заказала себе вот такой вот курс. Здесь пять масок, отлично как раз, пять масок. А как я их буду использовать? Интенсивно каждый день. Сейчас очень многие удивлятся и наоборот, и могут прочитать, что это используется один-два раза в неделю, а то и реже. И я с этим полностью согласна, я с производителем не спорю. Но когда идет речь об очень возрастной коже ног, тем более, как у меня склонный к пересыханию, вот такой интенсивный курс по маске в день, он за эти пять дней приводит кожу в потрясающий порядок. И его очень легко поддерживать. Вот это я заметила с этим, я проэкспериментировала и очень рекомендую девушкам с возрастной кожей ног или с атопичной кожей ног. Есть же просто сухокожики, да, которым и климакс не нужен для того, чтобы пересохнуть напрочь. Вот такие маски использовать курсами. А мы с вами будем двигаться дальше. Все дальше и дальше. И здесь у нас медипил. Замечательный корейский косметический бренд, который мы с вами уважаем, любим, пользуем. Он взял нас, удивил. Удивил чем? Удивил вот такой вот цветочно-елейной упаковкой. До сего момента бренд выпускал нечто космическое, прагматическое, минималистичное. А здесь вот решил удариться в уют, в негу и вот в такую романтику. И в этой красивой коробочке находится набор крема для рук. Медипил просто не вяжет веников. Он и делан не пальцем, и веников не вяжет. Все, что русский народ какие-то пословицы не придумал для обозначения удали какого-то субъекта или объекта, вот-вот это про медипил. Поэтому, несмотря на такой вот ретро-стиль, который напоминает масс-маркет и вообще попахивает бабушатинкой, по крайней мере визуально, да, здесь обманываться не нужно. Здесь работают все те же убойные антивозрастные ингредиенты, что и в его других средствах. Задумка какая, чтобы нас не заколебал один и тот же аромат, который мы наносим на руки. Женщина – это такое чудо, которое хочет разнообразия. И вот этого разнообразия нам, пожалуйста, здесь отвесили. Кроме того, что здесь разные ароматы, здесь еще немножечко разные кремы. И здесь есть своя логика. Сначала попользовались одним, получили какой-то эффект. Попользовались другим, получили какой-то эффект. Попользовались третьим. В результате получили три закрепленных эффекта. Хорошо, да, хорошо. Грех жаловаться. Что умеет свежее дерево? Это освежающий и охлаждающий крем без липкости для сухой кожи рук. Так, здесь обязательно наклейка. Так. Бабушку часто спрашивают, почему бабушка длинных ногтей себе не заведет. А бабушка в одном из видео рассказывала, почему, да? Рассказывала. Кому интересно, можете посмотреть, поискать. А бабушка будет дальше интригу привести. Бабушка, бабушка, почему у тебя такие ногти? Для какой-то цели, дитя мое. И здесь что у нас? Так. Крем освежает. Он освежает. При нанесении... Это не прохлада, знаете, такая ментоловая. Но это очень приятное себе освежение. Да. Есть. Ой, а вот пошел эффект. А вот он пошел. О, какая же прелесть. Ой, а аромат какой. Ну, медипиловцы. Ну, шельмецы. Ну, сделали. И не наврались с тем, что не липнет. Ничего тут не липнет и даже не собираются. Нанесла его много. Кожа мягкая. Это модный сейчас в Азии эффект мягкой кожи. Дело не в том, что она мягкая на ощупь. Вы видите, что она мягкая визуально. На смену сияющей изнутри кожи, жемчужно переливающейся. В Корее сейчас и в других странах Юго-Восточной Азии тренд основной – это мягкая на вид кожа. Вот так вот. Давайте посмотрим, что во второй баночке. Второй аромат у нас фруктово-пудровый. Как я люблю пудровые ароматы, как я фруктовые люблю. И это увлажняющий сладковатый крем без липкости. Давайте на второй руке пробовать. Сейчас будем искать третью руку. Потому что такие кремы не имеют смысла наслаивать. Мы тогда не узнаем ни аромата, ни консистенции. Ничего мы не узнаем. Сейчас мы третью руку будем искать. Можно, конечно, смыть, но все равно какая-то часть аромата останется. Не будет такого чистого представления. Кремы очень густые. Очень густые. При соприкосновении с теплой кожей тают, превращаются в бальзам. Какая замечательная, абсолютно ретровая упаковка. Здесь дама, у которой в голове, скажем так, ничего нет. И оттуда растут кусты. Да, здесь у дамы вырос уз хвойный почему-то на фруктовом креме. Да, вот такой вот замечательный гусарский уз на одной половине. Так, странности корейского дизайна. Так, и что у нас здесь? Ой, какой аромат. Фрукты и пудра ужасно напоминает какой-то залюбленный до предела запах. И с детства вспомнить не могу, не обессудьте. Вот кто пробовал, кто знает, пишите в комментариях. Какая-то сладость фруктовая. Может быть, рахат, лукум, слушайте. Ну, что-то такое очень-очень знакомое. Теперь нам нужна третья рука. Так, а вот и третья рука пришла в кадр. И сейчас посмотрим у нас третий аромат. С чем? Цветочный аромат освежает, увлажняет и не оставляет липкости. Терпи. Это не больно, это быстро. Так, зато у тебя, смотри, будет аромат, который освежает. Не знаю, зачем он тебе нужен, но будет освежать. Так, и сейчас мы посмотрим. Во-первых, мы посмотрим, как же хорошо смотрятся под кремами любые татуировки. Вот у кого есть татуировки, очень советую хорошо их отшелушивать пилингами качественно. А потом обязательно сдабривать хорошими вот такими кремами. Он тоже становится жидковатым при соприкосновении с теплой кожей. Давайте знать, чем он пахнет. Он пахнет сладковатым. Нет, это жесмин с лилией. Это бело-цветочный аромат, вне сомнения. И в нем есть маленькие-маленькие нотки сладчинки. Ой, какая прелесть. И вы смотрите, даже вот такая лапа мужская, грубая, она выглядит более мягкой кожи. То есть визуальные эффекты очень заметны. Спасибо, третья рука. Ты свободна. И вот так мы с вами замечательно познакомились со всем набором. А что здесь за женщина? Тут вообще не женщина. Тут бог, извините, пожалуйста, гермес, бог торговли. Вот в этой своей шапочке с крыльями. Может они представили, что это как бы феминистский вариант. Женщина стала вот таким вот богом гермесом работать. Так, ароматы очень приятные, очень тонкие. И достаточно быстро выветриваются. И на сладкое у нас с вами, нет, это еще не все. У нас на сладкое с вами набор. Набор люксовой косметики от люксового бренда. Что само по себе уже, конечно, замечательно. Так, и это корейский люксовый бренд Сум 37. И его линия, которую так любят в жарких странах и не только. Waterfull, да, это линия, которая недавно пережила обновление и превратилась в линию с глубоководными пробиотиками. Немало, немного. Вот так вот, а вы говорите. Что в этом наборе есть? Прежде всего, здесь есть культовый крем. Культовый он даже не потому, что у него потрясающий дизайн. Это вот такой вот плод. Эта спатула используется для забора средства. И она гениальна, потому что первое, что я, например, делаю со всеми спатулами кремом, я их теряю. Здесь этот вариант отпадает сразу. И это замечательный гель-крем. Наполовину крем, наполовину эмульсия. Его безумно любят в жарких странах, потому что он, дотронувшись до кожи, превращается в воду и сразу же в ней исчезает. Но имеет очень сильные омолаживающие свойства. Это убойное увлажнение прежде всего. Также в наборе есть тонер из этой линии, эмульсия и пробничек этого крема. Вот в него мы сейчас и залезем, чтобы большую баночку не открывать. Мне еще фотографировать, фотографировать для группы. А я вам обязательно покажу этот крем, кто его еще не знает. Крем выглядит, выглядит как гель, ощущается как гель, но имеет все свойства убойные антивозрастные плотного сильного крема. Посмотрите, какая нежность. Я нанесла его очень много для того, чтобы показать вам всю его красоту. На самом деле его нужна маленькая кукулечка. Почему? В нем много гиалуроновой кислоты. Он скользкий. И малюсенький кусочек крема мы можем до локтей размазать. Я наношу очень маленькую кукулечку на лицо, шею, уши и область декольте. Аромат – это то, что вызывает зависимость. Это не парафюмированная отдушка. Это фрукты. Мы заходим в сад, где растут самые разные фрукты. В прохладный день, не солнечный, это все не душно, это все не жарко, это все не сладко. И вот эти нежные фрукты, свежие-свежие. Представляем себе мякоть арбуза, который сам раскололся от спелости. И вот эта прохлада, которая из него выходит. Здесь есть чуть-чуть и арбузика. Здесь есть чуть-чуть персика. Здесь есть капелька-капелька шиповника. Это потрясающий аромат. И найти духи такие же. У меня они получаются уже лет 7. Но я не сдаюсь. Русские не сдаются. Что здесь в этой упаковке? В этой упаковке просто праздник какой-то. В ней трехступенчатые тканевые маски. Они все время у них модифицируются. Это уже новый вариант с глубоководными пробиотиками. Что эта маска дает пытливому уму? Я обожаю такие маски. Брать с собой в поездку. В любую. Вместо всех вот этих вот баулов с банками. Я когда смотрю, когда блогеры собираются в поездку, я думаю, ребята, вы ненормальные. Вам не жалко денег за багаж? Вы действительно думаете, что ваши вот эти сагбенные мужья будут эти чемоданы таскать? Они что, здоровее от этого станут? Вряд ли. Вы не знаете про тканевые маски трехступенчатые. Нанесла три ступени ухода за кожей. Сыворотка, тканевая маска. Сняла, нанесла крем. Все. Кожа будет роскошная. Особенно отпускники в отпуске. Человек употребляет алкоголь немножечко, наверное, иногда немножечко больше, чем в обычной жизни. Поэтому многие говорят, ну вот съездил в отпуск, кожа стала хуже. Это, наверное, солнце. Вот санкскрины не работают. Это очень часто бывает. Слишком много алкоголя. Ну не то, что его много, но просто непривычно. Много алкоголя. Допустим, кто-то выпивает рюмочку в неделю, а он каждый день по рюмочке выпивал. Уже непривычно. И алкоголь вызывает бешеное обезвоживание кожи. Это одна из причин, почему я алкоголь не употребляю вообще. Ни в каком виде, кроме вот выпечку в ромбабу положат. Ну вот уже приходится не больше оттуда же ром на блюдце отжимать. И алкоголь дико обезвоживает кожу. Особенно женскую, где и так запасы этой влаги не прикрыты толстым слоем, как у мужиков. Почему за отпуск в две недели человек привозит пять морщин новых? Все совершенно не зависит от солнца, от жары. Не надо так думать. Ну и вы видите уже по толстому донышку, что не масками едиными сытка рейман. Здесь подарок. И подарок. Подарок потрясающий. Просто посмотрите, сколько здесь вот этих тройных салфеток. Что мне только не пишут. Мне пишут, что это чтобы поддерживать форму. Как мы видим, форма прекрасно держится и так. Нет, это бесценный подарок. Они продаются отдельно на ebay. И люксовые такие салфетки очень себе неплохо стоят. То есть здесь большая экономия. В чем суть? Мы напитываем эти салфетки. Если у нас нормальная кожа или кожа склонная к жирности, мы напитываем салфетки тонером, жиденькой водичкой. Если у нас кожа очень сухая, сухая или очень возрастная, или нормальная, но зимой при отопительном сезоне, мы вот это дело напитываем эмульсией или косметическим молочком. По лицу несколько таких падов распределяем на 2-3 минуты. И имеем эффект, как от самой хорошей, дорогой, люксовой тканевой маски. Вот так все элементарно ватсон. И это подарок совершенно бесценный, которым обязательно нужно воспользоваться. Снимать косметику вот такими падами. Вот те, кто так делают, для них просто греется в косметологическом аду отдельный котел. Это действительно дорогие пады. Это действительно очень качественные пады. И это специальные пады для компрессов. И вот на этой ноте позитивной относительно котлов в аду мы с вами сегодня нашу распаковку и завершим для того, чтобы в самое ближайшее время снова встретиться, увидеть вторую часть этой распаковки, которая, поверьте мне на слово, ничем не будет менее интересной, так увлекательной и новенькой, чем эта. Я напомню, что все ссылки на все средства вы обязательно найдете в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. И вот такая у нас с вами сегодня получилась распаковка. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале. И до следующего раза. Всем пока.